История шефства нашего муниципалитета над Эсминцем Гремящей началась в 1996 году. За это время более 150 юношей округа прошли службу на корабле гордости российского военно-морского флота. На сегодняшний день имя Гремящей присвоено современному корвету, а шефские связи продолжились, обеспечивая преемственность поколений. В конце 2020 года заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин присутствовал в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия Андреевского флага в новейшей истории корвета Гремящей. А в этом году во время празднования Дня военно-морского флота Эдуард Петрович посетил корабль в Авачинской бухте у побережья полуострова Камчатка. И когда ты это видишь своими глазами, смотришь на подготовленную команду, на таких настоящих морских офицеров, то чувствуешь и испытываешь гордость в первую очередь. Те, честно говоря, какую-то не то что защиту, а ты, ну, спокоен за завтрашний день, если можно сказать так. Орудия корвета могут поражать цели на воде и под водой, а также в пределах береговой линии. Корабли с именем Гремящей уже более 250 лет несут свою службу. Этот корвет – первый Гремящий в 21 веке. На прямом контакте с командой, с командирами, с командующим. Поэтому всегда можем, скажем так, подпитывать патриотическими, не только идеями, а жизнью такой вот, наших, наше молодое поколение. Сейчас корвет является одной из главных боевых единиц Сихоокеанского флота. С 42-го года. С 42-го года.